Со взлетно-посадочной полосы Бийского аэропорта взлетали в небо такие самолеты, как Ан-2, Ан-24, Ан-26, Л-410 и даже реактивный Як-40. Сегодня же над Бийским аэропортом летает лишь наш квадрокоптер. Снимает, во что превратился один из востребованных аэропортов нашего края. Один след простой оставили свой отпечаток. Повсюду ржавчина, разбитые окна, а некогда цветущий плющ давно превратился в гербарий. Внутри здания не попасть. Охране дали распоряжение нас не пропускать. Но уже сейчас сквозь стекло видно, насколько в плачевном состоянии находится аэропорт. Штукатурка осыпается, стойка регистрации разрушается. Но что самое интересное, стенд с расписанием рейсов по-прежнему сохранился. Я поговорил с собственником, и собственник сказал, ну, какие-то эксперименты. Общаться с нами так никто и не захотел, как и ответить на вопрос, будут ли возрождать некогда востребованный аэропорт. В 80-е годы Бийский аэропорт пережил свой расцвет. География полетов расширилась. Можно было улететь не только в Новосибирск и Барнаул, но и Кемерово, Гурналтайск, Красноярск и страны ближнего зарубежья, Казахстан и Узбекистан. Это если необходимо восстанавливать, это требует большой реконструкции, длительного восстановления. Гражданская авиация в Алтайском крае и местные воздушные линии находятся в глубоком упадке. Об этом не понаслышке знает Антон Канцеров. Его дедушка отдал небу 40 лет своей жизни. Если мы возьмем на конец 80-х годов, то в крае функционировало более 50 аэродромов и площадок местных воздушных линий. Практически в каждом районе был свой аэродром, причем свой аэропорт. Когда произошел распад Советского Союза, очень много техники и очень много авиаработ оказалось невостребованной на территории страны и Алтайского края. В том числе, что в упадок пришла и авиационная техника, то есть не было обновления парка самолетов. Соответственно, упал объем перевозок, выросли цены на авиатопливо и стало это нерентабельно. На территории Бийского аэропорта была и вертолетная площадка. Отсюда любой желающий всего за пару часов мог долететь до жемчужины Алтая – озеро Телецкого. А ведь вертолетное сообщение с республикой Алтай было крайне востребовано туристами. Оно бы не помешало и сейчас, уверен Антон Канцеров, а также сами бейчане. В принципе, я думаю, что было бы неплохо, потому что даже неудобно летать. Вот сколько людей перелеты совершают. Приходится либо в Барнаул, либо в Новосибирск ехать. Из Бийска гораздо бы удобнее было. До Горного тоже неудобно добираться. Как вы думаете, нужно ли его реконструировать или нет такой необходимости? Задумываю, не помешало бы. А почему? Насколько это было бы удобно? Ну, к вам в Барнаул быстрее летать. Надо здесь делать аэропорт. Аэропорт Бийска еще в 2013 году передан из федеральной собственности в Краевую, а у региона средств на реконструкцию нет, пояснили в Минтрансе. Для восстановления аэродромного комплекса аэропорта, включающего взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, перрон, специальное оборудование и оснащение, требуется не менее 2 миллиардов рублей. Выделение таких средств из краевого бюджета, учитывая его ограниченность, на сегодняшний день не представляется возможным. И еще порядка 500 миллионов рублей нужно на восстановление аэровокзального комплекса, который находится в частных руках. Также в Минтрансе указали на то, что в 90 километрах от Бийска находится горно-алтайский аэропорт. Отсюда вывод. В ближайшее время бичане вряд ли смогут увидеть, как с их взлетки поднимается в небо пассажирский самолет. Валентина Аскерова, Вадим Быстревский. День с толком.